Сергей Писарев встретиться предложил, удивитесь, не в зоопарке, а на пересечении социалистического и строителей. Тогда, говорит, вы не ошиблись. Это знаковое место для многих барнаульцев, особенно тех, кто помнит его в 70-е годы. И объяснил, почему. Вот эта улица, она как бы являлась такими вратами в этот замечательный город, потому что транспортная развязка была именно здесь. Здесь самолеты, Ан-2, которые летали со всех районов Алтайского края и прилетали в аэропорт Барнаула. И после обеда люди приезжали. Первая остановка из аэропорта на автобусе была именно здесь. Тогда были времена без мобильных и пейджеров, так что связаться с другим городом можно было только по телефону на переговорном пункте. Сергей Викторович вспоминает, чтобы позвонить себе на родину, он тогда еще совсем молодой студент, регулярно ходил сюда. Там можно было посидеть около часа, как правило был вызов, и час нужно было ждать, чтобы у тебя соединились с домашним номером в районе Алтайского края. И вот я приходил сюда. Здесь был невомерный запах. Запах такой вкусной еды, замечательных беляшей, которые готовились. И вот здесь, в закусочной, которая находилась в этом здании, всегда тоже было очень много студентов, было очень много молодежи, было очень много жителей города Барнаула и гостей, которые с удовольствием приходили, выпивали стакан чая и ели эти беляши. Но я вам должен сказать, что это были не обычные беляши. Это были особенные беляши, которые в принципе сейчас не готовят уже. И я вас должен угостить. Я вчера специально приготовил эти беляши. О таких мелочах не пишут в серьезных учебниках истории. Но, думаю, согласитесь, именно они порой делают прошлое таким осязаемым. С рыбой? С рыбой, совершенно верно. Вот так, так? И особенно это было в четверг, когда по всему Барнаулу, во всех столовах был рыбный день. Так вот запах этих рыбных беляшей, он стоит у меня через столько лет в голове до сих пор. И я очень часто дома делаю рыбные беляши. Беляшами здесь давно не кормят, переговорного пункта нет, но все так же торгуют разной снедью. А еще по-прежнему людно. Если встать неподвижно, то можно ощутить пульс людских волн, прибывающих, отъезжающих поездов и автобусов. Ритм города. Сергей Писарев говорит, если этот ритм почувствовать и принять его таким, какой он есть, понимаешь, что можешь многое. И по-новому начинаешь любить этот город. Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город». Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город».